итак привет с вами добро мы продолжаем играть за der broder cringe за россию под лениным и у нас уже почти все готово в принципе наша страна почти завершена нам осталось дойти до интернационала и разобраться тут с британцами которым против нас ввели эмбарго ну танцы какие-то ввели ужасные и конечно же французы которые оспаривают нашу гемонию в европе ничего с этим разберемся а если вдруг не подписано обязательно подписывайтесь мы же продолжаем поехали и сделаем вот эти фокусы сейчас будем потихоньку новый кита видимо заводики ставить ну-ка коллективизация дает ячейки это не так интересно нас ячейк очень много сейчас вот фабрики да это действительно полезно но на самом деле очень прям скромно хоть еще или менее сделаем потому что с алюминия начать не хватать потихоньку и мы можем начать рабочую революцию в манчжуре поехали так понимаю скоро у нас тут будет видимо конфликт с японии но мы к этому плюс-минус готовы и наверное стоит порешать эти вопросики и дойти уже до наших вот этих фокусов наверное пара говорится то вот коллективизация но опять-таки заставку ячейки было бы круто если бы у нас и так не было конечности человек у нас просто ну посмотрите везде огромная инфраструктура и вот прям реально бесконечность так что можно никуда не спешить и так русский вопрос объединенный антифстриский фронт чтобы получить себе баф на атаку и на организацию и так вы посредниками сделал вторая русско-японская пошла смотрите как кто бы мог такого ждать вообще да я мог и какая у нас здесь война у японии есть союзники никаких союзников нет вообще так что мы вот эту армию можно просто спокойно взять и перевести вот сюда и выбить ее вот отсюда пожалуй флот мы спрячем дома не будем с делать наши подлодочки отправляем вот сюда перед этим конечно же сняв их вот отсюда потому что здесь им быть еще британия осуждает наш тренинг и кто вторгается япония бил на войну тут они все британия британия слушайте надо эту британию с ней разобраться то что это за санкции 5тнп и вот очень неприятно у нас конечно флот все еще казуальники очень и мы эти линейные крейсеры только достраиваем есть ощущение что нужно вот это самим исследовать а вот это исследовать с бафом ате наверно так и сделаем сейчас будем готовить наш новый линейный флот скажем так вызываем всех конечно же в бой капнут и просчитается непонятно каким образом но допустим это армия может начинать наступление кроме того стоит сюда перебросить нам некоторое количество думаю самолетов у нас благо авиации более чем достаточно чем можно перекинуть все самолеты я не вижу с этим никакой проблемы и в том числе тактические бомбардировщики у нас уже наша авиация очень большая можно не стесняться и начинать пробовать драться японским флотом но надо понимать что их вот на самом деле опаснее нашего только вот таких вот плохих для них боях мы можем их перехватывать то есть вот здесь вот они начали бой очень в невыгодных условиях и из-за этого они продолжают в принципе вести в этих невыгодных условиях мы успешно с ними здесь размениваемся пили неплохую часть флота можно до пойти поремонтироваться я было бы не против благо у нас уже все так 3 на выключены только не хватает пожалуй здесь вот за некоторых бабчиков скажем так вот сюда надо бы еще поставить вот это я подумаю если авиация вся на позициях можно немножко еще перебросить я думаю в китай я думаю там ребята будут таком рады мы сфере можем еще носить удары по порту да вот вряд ли не будут супер эффективными но какой-то урон я думаю они постепенно вражеским кораблям будут носить мы полезно в корее нашего виска успешно проходят через японию как будто там ничего не было ни она не удивительно потому что япония здесь не какая-то себя представлять давайте-ка сделаем вот так верно так и попробуем перехватить эти вот поиска которые пытаются к там высадится и добавить туда еще в поддержку авиацию сейчас станет чуть-чуть повеселее хотя этот дивизия вряд ли сильно продержится да так и есть плотение владивостока здесь сейчас кончера флоскриптовый этот мир не заключится наверное нет ну конечно же сразу же вернули владивосток благо у нас очень много сил союзников можем все авиации вернуть сюда и флот вернуть сюда на ремонт что здесь 8 черт возьми левелов можно неплохо так поремонтироваться нам нужно восставить наш флот будет и мы разблокировали модернизированные танки наконец-таки наши танки достигнут так сказать пика своего развития все говорят есть кнопочка покорения балкан который мы пропустили надо бы этим тоже заняться пока востоке наш вот останавливается и готовимся мы к выставке японию и он северят все пытаются к нам высадится но конечно ультра не успешно и просто теряют на этом дивизии а мы потеряли все 2000 здесь достаточно забавно берлин с италией что-то там поругались скобочках не то линии брандисбурга в скобочках пруссии ты уже никого там нету очень забавно это видеть ну ладно и начинаем рейты по японским подлодкам по всему японскому флоту на основном дамажится подлодки то что их мало хп и по другим проблем вроде как постепенно будет проходить урон и мы выбьем японский флот наш починиться высадимся вы смотрите-ка тут можно отправящийся в румынии до сюда давайте защита болгарии прекрасно поможет там понятием что им нужно нужных ребят надо привести в правительство в общем-то отлично вас плюс одна страна в альянсе приятно еще бы серби которым могли тоже к себе забрать но пока нельзя вот уж починился подлодки возвращаются обратно на здание будем добивать сейчас принципе японию кроме того подкачался теперь имеющиеся офицеры и командующие и вот здесь вот тоже некоторые грейды мы флотере должен быть намного намного сильнее чем прошлый раз мы в прошлый раз могли победить вот постепенно и какие-то разрозненные силы просто улетают куда правильно в помоечку а вот и встреча с японским флотом японского флота эта встреча была я чувствую незабываемой можно просьба патрулировать быть мы найдем вот еще нет уже не найдем окей а просто можно уже высаживаться а мой мой флот более не представляет никакой угрозы для нашего и сейчас подлодки будут просто поддушивать японию жестко начинается нашел здесь перехватили но наш точнее наш конвой на наш флот уже вроде как помощь спешит хотя что-то как-то не сильно спешит он вышел это очень странно сделали вышел из боя я думал они идут помогать они просто такие типа поздоровались типа знаете их торпедами бомбятся вот это вот эти конвои вот рядом проплываете познаете будите по здоровой и плывет дальше типа нормально но по моим проблем все равно даже 4 что с немножко подтопили вроде как нету а из-за вот этих вот подлодок которые были вместе с ражским подлодками видимо именно из-за этого наши эти корабли не могли выйти из боя непосредственно и как-то не вот забаговались и что не знаю ну уже неважно ну и как я и говорил япония особо наземных сил нету подлодки кстати говоря мы тоже вы как перехватываем разбиваем скоро закончится проблем никаких с тем чтобы забрать и пони нету и это даст нам выполнить кстати квест вот этот вот или некоторое время этот квест я так понимаю не выполним потому что как вы помните еще одно слава нам не хватает и ну он нет не появился нам остается лишь исследовать еще один левел вот этот вот ну я подозреваю что даже с ним он не появится давайте на всех случае следом но выглядит очень глупо наверное немножко ошиблись провинции или что и сразу нами там кстати говоря еще наши все друзья все высаживаются помогают нам захватывать японию как удобно когда у тебя много союзников и у них на самом деле немало войск япония капитулирует через вот такой вот мир я надеюсь что еще сумеете не сломается нахрен это было это еще я смогу нормально здесь забрать и к территориям что забираем немножко фото какой сможем это ну такой себе на самом деле вот взяли себя несколько больших кораблей в целом в целом кстати говоря неплохие ладно мы взяли несколько свет 2 тяжелых линкоров которых много атаки курс у них конечно грустно но переживем они ставят неплохую помощь нам потом британии я думаю вазе наша позиция выглядит очень уверенно только почему-то вот территория все еще никакая все еще нельзя с ним еще сделать а можно поработить а можно сделать маринетками эти страны я не против то выходе может на границе с францией нам остается тут делать уксы какие-то пропускаются и поехали 3 интернационал наконец-то и конечно же мы идем по стопам троцкого я вижу французы уже подводят очень много войск нашу границ они видимо тоже понимают ему все идет и на союзники тоже понимают почему все идет это же готовит западном фронте все свои армии скоро будет нереальная заруба и наш танковый дивизий выглядит как никогда прекрасно 114 брони это вот эти вот те самые лучшие из и можно было бы в теории больше если бы сильно захотелось но я думаю этого будет более чем достаточно для на система интегрирована франция интегрировал все свои страны так можно было видимо они пошли так понимаю вот сюда до интегрирована и не вообще нет вариантов а так и не атаки россия судя по всему а очевидно что мы не можем договорить такую францию мы уже знаем к чему это обычно в истории приводило ну что я вижу врага примерно 259 так плюс минус с нашей стороны пожалуй где-то на три четыре сотни что ли узнаем когда нападем и что ж надо достроить только нашу то завод микрофлот нас перевооружаются некоторые корабли который караски я строил и в теории я потом начну еще строить самые новые корабли вот эти вот 4 линкоры но это уже другая история это вряд ли мы успеем достроить использовать еще передал теперь авиацию всю генералом практически все еще до распределю 5 остатки и они уже сами теперь будут всем здесь справляться что я думаю мы готовы в принципе поехали время создать европу и единственное у нас есть нюанс у нас войска не тренировались точнее тренировались наоборот все это время и у нас тоже там были до этого марионетки у нас странный очень фронт получился сейчас его переделался горях хорватия стала независимой то интересно сейчас мы сделаем хороший фронт что точно знаю что можно не бояться покупать по крайней мере здесь единственное я не могу объявить войну туда может они уже не марионетка а просто член альянса и поделаешь но вот теперь могу и да наши танки тяжелые просто сметают все что здесь можно просто вот таким вот образом нам что-то предлагают купить вас купить скобочках за линд лезь с артиллерии стала не хватать из-за что я решил потренироваться радио потому что у нас внезапно еще доктрина не закрыта и так сказать нюансы в нашей стране но целом в целом вроде как все прекрасно о потерям картина просто душераздирающая для французов нас она я бы сказал прекрасная наши тяжелые танки просто разирают в клочья любые французские соединения вы можете видеть они даже не успевают реинфорсится в битву то есть происходит происходит битва ватика принципе это классика здесь нельзя вот так вот происходит битва них там есть реинфорсы но они просто не успевают за реинфорсится так и закончилась французская попытка на геомонию очередная принципе очень ожиданно для нас руси окапнула ожидаемо и теперь идем дальше тут конечно пехота такси может пробиваться но вот наши танки очень даже плохо эти говорят топливо кончается и без топлива конечно есть проблемки это то что мы слишком быстро наступаем и снабжение не успевает так быстро за ним подходить а еще здесь бывают некоторые проблемы с жидешками но я бы требовал один момент в франции просто кончатся люди да и снаряжение тоже не думаю что она прям бесконечная да конечно очень много военозаодов показывает даже наша практика что-то бывает немножко ускользает особенно я думаю это возможно уишки вы же немножко просто таки не везде производства на всякий скажем так случай и сбросим допустим станков которых нам прям супер много теперь уже и не надо там какая смешная попытка высадиться но они более чем действительно смешная чем можем начать на море также работать в франции не тех так сказать не работать которые мы которые им бы понравились вытопим им весь торговый флот и в принципе наверное боевой туда же пойдет и британия решила сама объявить на войну а я так подозреваю из-за каких-нибудь договоров с францией а вот и французский флот утонул просто и грустно для французов мы же наоборот получаем удовольствие где как их кораблики теперь украшают здесь вот пролив передумать из ла-манша стоит все-таки выйти как минимум чтобы не терять там слишком много подводных лодок а вот здесь вот попринимать их твою было бы наверно неплохо ну и здесь можно в теорию поучаствовать в боях если вдруг британцы подставятся а еще я думаю есть смысл поставить третью агрессивность и начать прям ультра душить французов и немножко руками помогать могут это я думаю окружение сможем закрыть выйти здесь француза будет либо только на юг было бы наверно сложновато для них ибо сюда на запад сейчас где-то дивизии стоит думаю будет просто окружено я где-то вижу потерял одну танковую дивизию сути по всему когда ты атакуешь третья агрессивность и такое часто случается а еще я понимаю что у нас фронт сломался очень да вот вот основная проблема нашего наступления на связь фронт на юг уехал давайте тогда его остановим и немножко реорганизуемся а еще у нас теперь нету резины стоило это наверное предусмотреть может наша резина от британии в основном я думаю мы этими силами должны уже справиться будем а вот встретили мы британские вот в датских проливах и до него эта встреча закончилась плачевно наш флот в принципе прям то что он крайне маленький все еще очень хорош и вновь начинаем наступление потому что поиска уже реорганизовались успешно и грустно грустно она проходит я вам скажу грустно для нас давайте остановимся тогда и займемся нормальной реорганизации посмотрев что здесь вообще со снабжением и все очень грустно с ним надо достраивать наши союзнички очень много жрут припасов я думаю туда перейти к другому плану начать пушить на севере где у нас скорее всего будут припасы вот опускай просто поддержит текущую линию фронта пополнится немножко потому что есть некоторые проблемы с некоторым снаряжением но мы его быстро закроем наверное эти минусы севера сейчас выпушим на юг и закроем еще больше окружения причем manpower франция реально улетел на глазах у них уже обязательная служба не удивительно с такими-то потерями теперь начинаем наступление успешное несмотря на то что где-то кажется что она красненькая но нет наши танки пробиваются закроем на севере окружения после чего перейдем на юг ну и французские потери думы снова взлетают в воздух до 2 и 66 миллиона наши танки конечно прекрасно с этим справляются образом здесь британцы рассаживаются из вроде зеленое море но ладно иишка игнорирует все правила респекта должно было быть уже понятно и поднимаем наверх ремонт и постройку новых жд потому что наши танки труд очень много еще умножаем это все на вот это вот количество союзников вот мы встретили снова британский флот и в этот раз он прям ушел на дно я думаю стоит попробовать его догнать здесь либо здесь сейчас посмотрим и но удалось но это не то что мы искали что скорее всего все таки не удалось этим можно делать все очень мобилизацию я это сделаю правильно сделав ограниченный призыв потому что а смен павара хватает нужно будет компенсировать с минус который мы получим и я решаю убрать все постройки кроме ремонта и жд потому что ведь я хочу думаю войска ели отсюда пытаются контратаковать но как-то грустновато у них это выходит так что не получилось вы ой мы смогли перехватить британские авианосцы без прикрытия вы британии больше нет а минусов нет ладно еще один где-то в резерве остался это пытка атаковать но я вижу что у нас все еще есть проблемы скажем так с топливом и со снабжением из-за чего вот так себе он тогда сделаем вот так может быть это решит проблему хотя по ощущению вообще вообще странно что это не решает проблему когда казалось бы у нас почти что хватает на видимо просто слишком много в одной провинции визе давайте может попробуем ведь по-другому сделать а именно мы поперебрасываем немножко дивизии наши отсюда потому что пока что они здесь очень мешают все по всему батим этим сфере французов на очередные самоубийственные контратаки это для нас конечно очень выгодно и да это решило ситуацию конечном счете кое-как хотя бы уже нас не красные коробки и мне кажется так давайте вручную попробуем как все еще форсирование реки очень жесткие минусы дает видимо из-за тяжелых танков окей но вот без них наверное должно быть отлично да так и есть и сейчас мы развалим здесь французов не волнуйтесь и вот она туда обошли а тут еще к сыгре не было реки ну все и переде все готово эту реку мы форсировали очень большую краю как раз таки дальше все будет намного проще объем здесь войска можем найти начать нормальное наступление если говоря французы уже начали гореть от нехватки снабжения я думаю нам стоит на фоне этого очень резко вот сюда ударить и вот этими войсками тоже можно попробовать начать наступление бы они не успели куда-то далеко уйти и вот мы уже берем ильзас параллельно додавливая здесь все что только можем не спеша конечно и мы тоже также тут вот готовим порции нападения чтобы выйти в египет и британии избавить от этого прохода в итоге франца потерял уже 4 миллиона людей это точно не мало нас из-за нехватки ресурсов производства потихоньку проседает но пока что еще мы можем с этим жить вот можно входим в территории самой франции но надо понимать что это все тоже были территории франции здесь вроде как что-то было даже национально мне кажется вообще у них от государства здесь солидные баф это если встретить вот сюда 35 процентов это очень большие бафы потому что не все мультипликативные территории франции драться сложновато вот наш танки справляются с этим также мы дожимаем их вот в этих территориях да это жата окружение входим в италию и вот здесь вот точно также этом франция пала потеряв 5 миллионов своих жителей попытки защититься очередная французская империя не удалась заметить что-то еще конечно и британцы есть и британс тоже уже что-то потеряли примерно 650 тысяч немало я бы сказал но это уже пыль на ветру в италии французы были ликвидированы британцы которые хотели помочь французам здесь также ликвидировали британцы мне казалось там были британцы но нет французы и французской перед все а жаль только нету скриптового мира было бы наверное чуть поудобнее и здесь супер сломано все типа вот считается уже францией короче говоря тело делась какие-то марионетки но по ощущению паре эти можно только искать испании которую никто не трогал ну и кое-как что-то получилось тут очень странным образом но так здесь все попередавалось это выставку уже теперь в британии кстати говоря здесь смотрите они пытались здание что-то сделать удачи им с этим и мы можем уже сразу и начать от вторжения уже поможем флотом и я надеюсь что авиация там работает давайте просто сделаем вот так и я думаю те кто может им поможет хотя дубр дату в дубре даже дивизии нету господи присо я решила не защищать британию умный ход вообще защит только британии как вы можете видеть британских дивизий в лондоне даже нету это я так понимаю добровольцы кстати говоря даже даже только блонд держится только силами китайских добровольцев реально еще ребята из паба вышли легко закончилось но это все и вот на этом моменте я так понимаю британия сейчас и пойдет прекрасно и тоже здесь будет мир тоже как просто по-быстрому его проски по и что же мировая революция я бы сказал свершилась не считай америке но америка в этом моде особо без контента так что там уже не пойдем очевидно что мы уже супер сильные что с вами был топ-гай обязательно подписывайтесь следующий друг не подписан лайк комментарий твич дискорд бустит все в описании до скорых встреч всем пока